Сейчас мы продемонстрируем алгоритм постановки периферического венозного катетера. Надеваем шапку-маску, моем руки гигиеническим способом. Открываем инкубатор. Включаем тепловую завесу при наличии опции. Вскрываем упаковку стерильного халата. Вскрываем верхнюю часть стерильного лотка. Вскрываем и сбрасываем на стерильный лоток необходимый стерильный материал. Спиртовые салфетки, стерильную марлевую салфетку, стерильные перчатки и периферический катетер, стерильный пластырь, шприцы с физраствором, не касаясь их руками. Вскрываем верхнюю часть упаковки, открыв стерильные пеленки. Обрабатываем руки кожным антисептиком. Обезболить ребенка глюкозой. В зависимости от массы тела ребенка выбираем антисептик. Более 1500 грамм 70% спирт, менее 1500 грамм актонисепт. Протираем антисептиком предполагаемое место вкола от центра к периферии в течение 30 секунд. После чего даем высохнуть в течение 30 секунд. Проводим данную обработку двукратно и смываем актонисепт водой для инъекций, если используется актонисепт. Укладываем стерильные пеленки вокруг предполагаемого места вкола. Надеваем стерильный халат. Перенесли укладку в инкубатор. Обрабатываем руки кожным антисептиком. Надеваем стерильные перчатки, накладываем жгут и повторно обрабатываем предполагаемое место вкола антисептика. Снимаем заглушку с катетером и выполняем вкол. Присоединяем шприц, наполненный физраствором. Медленно вводим физиологический раствор. Убеждаемся в отсутствии нарушения микроциркуляции, гиперемии и отека. Закрываем катетер заглушкой. Фиксируем катетер стерильным пластырем. Разбираем использованный материал по классам отходов и сбрасываем. Снимаем и сбрасываем перчатки в отходы класса Б. Обрабатываем руки кожным антисептиком и закрываем инкубатор. Утилизируем пеленки в специальный мешок для пеленок в отходы класса А. Стерильный халат и фартук сбрасываем в отходы класса Б. И делаем отметку о выполнении манипуляции.